Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня у нас с вами эфир на тему, как избавиться от негативных установок. Мы будем сегодня с вами говорить о том, каким образом эти негативные установки влияют на нашу жизнь, почему нам вообще важно от них избавляться, и, конечно же, как эти негативные установки у себя выявлять. Перед тем, как мы начнем это делать, я хочу поприветствовать всех, кто у нас сейчас присоединяется к эфиру, и поскольку мои эфиры много смотрят в записи, за что вам большая благодарность. И, кстати, отдельная благодарность тем, кто досматривает эфир до конца и пишет какой-то комментарий, потому что я знаю, что когда смотришь эфиры в записи, уже думаешь, ну что там человека благодарить, он же не видит. Я вижу, для меня очень важно, когда я получаю какой-то фидбэк, насколько полезен вам был этот эфир, или какие бы темы вы хотели еще затрагивать, поэтому, пожалуйста, не будьте хрюшками, будьте благодарными людьми, тем более благодарность, это очень крутая сильная энергия, наверное, надо будет когда-то сделать по этому поводу отдельный эфир, хотя в каждом я об этом упоминаю. Итак, давайте будем с вами начинать, и начнем вообще с момента вот этих убеждений, откуда эти убеждения берутся, и как понять, что они у нас существуют. Вообще, как бы, так получается, что мы с вами с рождения самого, да, мы постоянно подчинены чужим правилам. Как правило, это правило нашей семьи, общества, да, в зависимости от того, насколько ваши родители, где они выросли, в каком обществе они находятся, они начинают формировать вот нашу позицию мнения с детства. Например, некоторые родители говорят, там, слушай, что тебе говорят в школе, ты должен слушать учителя, и если вы сталкивались с такими историями, когда, например, родители вызывали в школу, раньше это понятие такое, знаете, которое людей просто подрывало, да, если родители вызывают в школу, и родитель почему-то всегда занимал позицию учителя или там директора, да, и мы точно знали, что если родитель придёт в школу, то нам капец. Очень сильно этого боялись, и нас этим запугивали, и обязательно после этого наказывали. Иногда было очень обидно многим детям, я знаю, у кого были родители достаточно суровые, некоторых даже там ремнём папы били, мальчиков, не разбираясь в ситуации. То есть если учитель сказал, что ты неправ, то пофиг, да, твоё мнение как бы не существует. И у нас, например, заложилось убеждение в этом момент то, что сила всегда решает, и когда я стану взрослым, я уже смогу делать то, что я захочу, то есть я смогу наказывать других людей. У нас вот это вот выстроилась такая история про возраст, что вот возраст, он что-то решает, чем старше человек, тем он более уважаемый и лучше, хотя мы же с вами знаем, что это далеко не так, и что возраст ничего не решает. Но это мы понимаем с вами уже осознанно. А в неосознанном состоянии нам всё время говорят, вот он взрослый, его поэтому нужно уважать, точка, да, ну типа в смысле, почему, если он говорит глупость, почему, если он ведёт себя неадекватно, ну непонятно. И вот у меня, например, у детей, когда возникают какие-то истории сейчас по школе, да, там, например, моя Ева очень любит татухи, и она просто забивается этими перебивачками вся, ну ей очень нравится. И она, значит, старшая сестра ей, Алиса, её говорит, тебя выгонят со школы. Но у Евы есть привычка верить старшей сестре. И она такая, ну выясняет у неё, как её будут там выгонять, всё, она приходит ко мне перепуганной и говорит, мама, что мне делать? Я вся забилась татухами, которые ты мне купила. А, значит, мне надо теперь надевать какую-то одежду длинную, потому что меня выгонят со школы. Я ей говорю, ну смотри, учительница такого тебе не скажет. Она говорит, ну Алиса говорит, что скажет. Я говорю, ну если скажет, ты ей скажи тогда, вы, пожалуйста, разденьтесь и покажите мне, что на вашем теле нет тату, тогда я пойду и смою свои. Ну, Ева слушает меня и говорит, а если она разденется и покажет, что на ней нет тату? Я говорю, ну тогда ты ей скажи, что в Конституции Украины нигде не сказано о том, что ты не имеешь права делать со своим телом то, что ты захочешь. Поэтому если она тебе покажет в Конституции, где написано, что тебе нельзя распоряжаться своим телом, то тогда ты пойдёшь и смоешь. Но она начинает ржать. Но, понимаете, вот такой разумный разговор, он объясняет ребёнку и даёт ему понимание, что то, что говорит взрослый, не надо, ну если он даже такое говорит, не надо воспринимать сразу как истерику. И вот это убеждение глубинное мы потом даже с вами не понимаем, в чём, собственно, дело. Почему у нас так? Ну мы, вот если нам сказал, что это взрослый человек, у нас всё, мозг выключается, и мы начинаем делать то, что нам говорят. Я вот была в Турции, например, и моя подруга там сейчас живёт, она мне рассказала, что в Турции очень много людей необразованных. И вообще они делятся там на две части. Турция же делится Стамбул, через Барсфор они делятся на европейскую и азиатскую часть. И вот она говорит, что на азиатской части уже люди более образованные, а на европейской части как бы менее. И вот она рассказывала про своего бойфренда, у него мама не умеет читать и писать. И она говорит о том, что... О, боже, к чему я это вела сейчас? Сбилась с мысли, к чему я про это образование говорила? Всё, ребят, я забыла, такое у меня бывает редко. Но расскажу вам интересно то, что я помню. Меня очень сильно впечатлили Стамбульские базары. То, как они выглядят, рынки с едой, это очень красиво, это невероятно красиво. Она говорит, ты знаешь, почему так красиво? Я говорю, откуда такая выкладка? Она говорит, а дело в том, что из-за их своей необразованности, а им надо было продавать, а они не могли ни написать, ни прочитать, ничего. И они выкладывают свой товар так, чтобы люди не задавали им вопросы, чтобы всё было видно, что купить, как купить, чтобы человек сам мог подойти, ткнуть пальцем и всё увидеть нужное. То есть такая вот интересная история. И вот момент убеждений, мы сами не всегда понимаем, откуда у нас вот эти убеждения берутся и каким образом они на нас влияют. Но они на нас влияют. И момент вот этого старшинства, он, конечно же, очень сильно давит. Это один из моментов. Или, например, вот знаете, когда вы жили в семье, и, например, ваша мама потратила деньги какие-то там, не знаю, купила себе красивую вещь, или купила какие-то там, что-то вам купила, а папа на неё накричал и сказал ей, что ты тратишь деньги, так деньги тяжело мне достаются, а ты тут транжира. Вы этого не помните. Но у вас записалась программа такая внутри вас, что если я трачу деньги, на меня будут кричать, это плохо тратить деньги, это страшно тратить деньги, это приведёт к проблемам, деньги вообще приводят к проблемам, из-за них в моей семье все ссоры, особенно если не хватало денег, а это очень для многих, да? И у вас с детства записалось, деньги это плохо, там, где деньги, там скандал. И вы в реальной взрослой жизни живёте и говорите о том, что я хочу деньги, я хочу зарабатывать, но ваша подсознательная программа, она находится вот здесь внутри вас, она в вас вписана. По поводу того, что везде система противостоять сложно, это неправда, это тоже ваше убеждение. Вы убеждены, что этому противостоять нельзя. Но вопрос не в противостоянии, а вопрос в общении со своим ребёнком, в общении с тем, что вы спрашиваете, что происходит. В некоторых случаях у меня была ситуация, когда в прошлом году, например, я общалась с учителем Алисы, потому что ситуация была неоднозначная. Но когда я пообщалась, мы из стадии с ней кризиса, потому что я изначально наехала, я, как вы можете понимать, мать такая львица, в итоге я поняла, что учитель это один из моих лучших друзей в контексте моего ребёнка, потому что учитель на моей стороне, она оказалась очень разумной и гуманной женщиной, и я ей ещё раз объяснила и проговорила вслух, у меня вообще такая привычка с тренерами, с преподавателями, всем окружением няни, которое касается моих детей, я очень чётко расставляю позиции по отношению, и когда я об этом говорю, поверьте, мы очень прекрасно друг друга понимаем со всеми, если вдруг бы было с кем-то, что мы не поняли друг друга, но у меня такого ни разу не было, то я бы просто увела оттуда ребёнка, я объясняю, что по отношению к моему ребёнку хорошо, а что плохо. Я очень классная мама, и я очень классная мама для всех тренировок и так далее, очень благодарная мама, поверьте мне, но я должна понимать, что мы в корне, у нас наши взгляды совпадают, и поэтому я своих детей задаю им вопросы, спрашиваю, как ведёт, что говорит, почему, как делает, как ты себя рядом с этим человеком чувствую, и поверьте, всё складывается наилучшим образом, и тут же, например, в моём классе или в моей группе есть родители, у которых с учителем конфликт, которые говорят, учитель терроризирует моего ребёнка, моего любят, а его терроризируют, это вопрос того эфира, который был вчера, это вопрос не того, что делает учитель, это вопрос реакции родителей, мировоззрения родителей, понимания родителей, глубины родителей, и вот мы с вами должны, как взрослые люди, все эти вещи расставлять, я небе сказала, если у меня будут у учителя претензии к твоим татуировкам, ты, пожалуйста, ей скажи, что наберите моей маме и, пожалуйста, разбирайтесь не со мной, а с моей мамой, мне 5 лет, я маленькая девочка, и я не могу сейчас за себя постоять и аргументировать, но моя мама может, поэтому давайте вы будете разбираться на равных, всё, я учу этому своих детей, я учу их смешным вещам, я перевожу много на юмор, например, из последних шуток, таких забавных, которые мне научила своих детей, она говорит, ну там какая-то была ситуация, которую описывала Алиса, она мне говорит, а что если учительница сильно будет нервничать, волноваться, говорит, она так иногда переживает, я ей говорю, а ты в этот момент скажи, там, имя, отчество, сделайте, пожалуйста, фрактальную релаксацию, она говорит, как, мы выучили фразу фрактальная релаксация, а Алиса говорит, мам, а она не знает, что такое фрактальная релаксация, я говорю, вот, если она тебе задаст вопрос, ты спросит, что это такое, ты ей скажи, ну вы знаете, конечно, стыдно быть учителем и не знать, что такое фрактальная релаксация, я надеюсь, Google вам поможет, и до завтра вы это узнаете, и придете, и расскажете детям, я стыбуюсь с этих вещей, для того, чтобы у моих детей не было страхов, не было барьеров, тех, которые были у нас, потому что, повторюсь, когда с нами происходит что-то в детстве, а это в большинстве своем происходит в детстве, записываются такие программы, с которыми мы потом не можем ничего поделать, потому что мы даже не понимаем, где зарыто, вы говорите, я хочу денег, я хочу зарабатывать, я хочу быть успешным, и в то же время у вас в голове живет страх, если у меня будут деньги, у меня будут проблемы, у меня будут ссоры, из-за денег все происходит, деньги это зло, деньги приносят дискомфорт, и оно внизу, оно, понимаете, это же имеет еще энергетическую волну, то есть помните, как когда не выключишь телевизор, например, раньше такое было, я не знаю, сейчас ли есть, сто лет не смотрю телевизор, когда телевизор, помните, ночью нету эфира, и там такое пи-и-и, и вот когда ты не выключил телевизор, у тебя вот это идет пи, то же самое находится внутри нас, если бы мы энергетически видели, мы бы все время видели, что у нас волна какого-то цвета, она, вот это наше убеждение, они всегда, спим мы или не спим мы, и получается, что мы тут с вами сверху дуем какие-то пузыри, а внизу у нас стоят спицы, по убеждениям, плохо нельзя, вот как я всегда привожу этот пример, у меня был друг, ну и есть, слава Богу, этот человек замечательный, и я ему однажды говорю, он очень неплохо зарабатывает, я ему говорю, почему ты не купишь машину, ну так классно, ездит на машине, говорю, чего ты, а он мне говорит, ну ты знаешь, я люблю читать, я говорю, прекрасная новость, он говорит, ну я когда в метро еду, у меня как раз есть время почитать, а как вот машина, это пробки, я ему говорю, слушай, я тебе сейчас расскажу секретик, аудиокнижки есть, прикинь, ты едешь в машине, и слушаешь аудиокнигу, и это, ну очень смешная была такая отмазка, и потом прошло уже какое-то количество лет, мы с ним сели поговорить, и я ему говорю, ну ты вообще понимаешь, насколько бредово это звучало, он говорит, да, я понимаю, понимаю, что у меня были другие какие-то страхи, у меня, например, в детстве, родители покупали машины, бушные всегда, и они всегда ломались, и у меня было миллион ситуаций, когда мы утром, мы уже жили там на Троещине, у меня до школы на машине надо было ехать минут 45, а иногда и час, потому что пробки, и мы утром заходим на автостоянку, заводить машину, знаете, она не заводится, вот у меня эта картинка по сей день, и я все время боялась иметь машину, потому что я знала, что машина, это всегда поломки, и всегда мама напрягалась, что нужны деньги для того, чтобы ее чинить, но потом у меня родилось следующее убеждение, что просто я не буду никогда покупать бушные машины, и я всегда покупаю машины новые, я никогда не покупаю машины, которым 5-7 лет, как часто люди делают, и говорят, ой, даже 3 года машине, класс, я знаю, что это возраст машины, когда она начинает ломаться, я знаю, когда у меня начались первые проблемы с Лексусом, с Мерседесом и с Поршем, я прекрасно это знаю, поэтому машина уже в возрасте 5-7 лет, это классная машинка, но это машинка, у которой начинаются приколы, я вот на Порше своем ездила, и пупу-пупу, у меня вообще 5 лет не было вообще никаких проблем, абсолютно, от слова совсем, вот, поэтому вот эти убеждения в нас живут, как вообще нам понимать, что эти убеждения существуют в нас, ну то есть первое, уже все говорят об осознанном мышлении, осознанность, повторюсь, и буду повторять это постоянно, осознанность, это прежде всего способность принимать ответственность за свою жизнь на себя, то есть когда я принимаю ответственность за свою жизнь, за свои поступки, я не говорю о том, что кто-то в этом виноват, судьба, карма, люди, политика, я. Я знаю, что мои мысли, мои внутренние вот эти вот все вибрации имеют непосредственное отношение к моей реальности. И я понимаю, что если что-то в моей жизни происходит не так, это я начудил. И вот мы нашей жизни начинаем заниматься, и вы уже такой осознанный, понимаете, думаете, буду мыслить позитивненько, и вы там начинаете себе что-то решать, значит, какие-то суммы денег, программировать или желать, какие-то желания, путешествия и так далее, а вы на чем-то сосредотачиваетесь. Сегодня ставлю для примера деньги, потому что это очень общая такая история, и вот вы начинаете думать там о том, что вы хотите больше зарплаты, или вы хотите больше клиентов, короче, вы хотите больше денег. И вы над этим работаете, вы там делаете какие-то медитации, вы там делаете какие-то аффирмации, вы думаете об этом, вы стараетесь полюбить деньги, радоваться, когда видите кого-то с деньгами, улыбаться, когда проходите мимо дорогих машин, то есть вы уже все, вы уже наслушались, вы уже в курсе, что так надо делать. Но ни хрена не получается. И бывает не получается неделя, месяц, два, три, а потом вы понимаете, что ну вообще какая-то фигня. В чем дело? Вот первый звоночек – это когда не получается. Когда не получается, вы должны понимать, что у вас есть вот эта внутренняя пи, которая существует. В чем тут важно покопаться? Во-первых, ну просто банальные упражнения, когда вы сидите и пишете все, что вы думаете о деньгах, вот просто так, как есть. Не исходя из того, что эти фразы нужно кому-то показать, а вот вспоминайте, обязательно залазите в свое детство, вы можете пообщаться со своими родителями, позадавать им вопросы, как вы жили, что вы жили, как вы покупали, – вы очень многое поймете, то есть ваша задача изначально понять, где зарыто, в чем зарыто, что такое присутствовало. Я, например, всегда ненавидела и наблюдала, как мои родители копят, я ненавижу копить, меня прямо от этого аж все передергивает, когда вот это вот говорят «все, теперь мы будем копить». Вот мне сейчас говорят, например, часто «Ольга, ну когда же вы купите машину? Ну когда же вы то?», я вот понимаю, что я уже сегодня могу позволить себе вписаться в машину и за несколько месяцев ее купить. Но у нас с Сергеем появилась другая позиция жизненная за это время. Раньше мы были такие, знаете, там поставили цель и там, блин, на убой, просто идем и все, сейчас мы приняли решение, что любые дорогие покупки, которые мы будем совершать, будь это дом, потому что мы думаем о доме, а дом, я думаю, нас затянет на миллионов пять, не меньше, и так далее, мы решили, что мы будем к ним приходить тогда, когда наш доход будет позволять нам, а мы все время его наращиваем, будет позволять нам это сделать ну как бы без стресса для нашей основной жизни, потому что когда ты начинаешь покупать машину и при этом ты думаешь, все, в магазине сегодня я не должен идти, в ресторан я зайти не могу, дети в этом месяце, значит, без кружков, я кофточку новую не куплю, без пальто могу пережить, для меня вот это стресс, я не хочу больше этого, я это переживала, я этого больше не хочу, это очень сильно на меня давит, поэтому этот момент как бы уходит, вот это вот, я понимаю, что просто нужно наращивать доход и позволять себе, ну то есть доход я в состоянии, я думаю, так нарастить, чтобы это было без сумасшедшего стресса, по крайней мере. И вот эти вот убеждения вам важно всковырнуть, найти, какие, где они существуют, если вы будете внимательны, то вы эти убеждения начнете находить и в повседневной жизни, для этого важно отслеживать, такое упражнение делать, как отслеживать свои мысли, то есть акцентировать внимание, вот вы что-то сказали, например, вы пришли в магазин, почему вы не покупаете, если у вас есть на это деньги, что вы в этот момент об этом думаете, или вы зашли в дорогой бутик какой-то, что вы думаете об этом, если у вас мысль о том, что это идиоты, дураки, значит, это столько не может стоить, важно разобраться, откуда эта мысль, откуда этот страх, почему, сесть, попить кофе и подумать на эту тему, или поговорить на эту тему с кем-то там, из тех людей, с кем вы можете обсуждать, вы найдете такую кучку очень приличную, вот таких своих убеждений, то есть их нужно найти, нарыть, а что если денег сейчас нет, ну вот я вам рассказываю, что если денег сейчас нету, денег сейчас нету, важно понять, что вам мешает их заработать, почему ваше сознание не подпускает к вам деньги, что вы же о чем-то думаете сейчас, что не дает вам возможность заработать, вот наша задача находить, это могут быть разные причины, может быть вы просто лентяйка и ни черта делать не хотите, это тоже причина, может быть вы очень сильно стараетесь, но при этом вы боитесь по каким-то причинам денег и внутренняя вот ваша энергия отталкивает, вы сами отталкиваете, вам вроде бы деньги могут прийти, но вы такие, ну вот знаете есть такая простая ситуация, я очень много лет работала, занималась свадьбами и работала с вип-клиентами и обучила огромнейшее количество людей, в тысячах людей и конечно же у меня было очень много кейсов и примеров, которые мне рассказывали и одна из ключевых, один такой из ключевых моментов был у людей, Оля, а как ты продаешь дорого, как ты умудряешься продавать клиентам там за десятки, сотни тысяч долларов проекты. И я не понимала, в чем у них собственно есть проблема. И потом поняла, вот когда у человека есть страх перед деньгами, когда человек вот например имеет некое убеждение, что там деньги это вот проблема, потому что родители на их почве ругались там да или кто-то ругался или вообще, вот вы понимаете, что каждый раз, когда вопрос заходит за деньги, это всегда какой-то трабл, вот эта вот нехватка денег всегда порождала в нас негатив. Согласны? То есть если родители спорят, вы не можете поехать на отдых, потому что денег нет, вы не можете купить шмотку, вы хотите пригласить друзей на день рождения, у вас нету денег, все время вот деньги негатив, потому что блять, нету денег и вам все время плохо от этого. И вот к вам приходит клиент и он с нормальным бюджетом, у него типа все классно, но вы первое, хотите денег, второе, боитесь. И когда человек очень хочет получить какого-то дорогого клиента и боится, он начинает что делать, он начинает давать скидки, он начинает торговаться, его клиент начинает прессовать, он это чувствует, вы начинаете торговаться, уменьшать прибыль, у клиента возникает такое чувство бляха, если сильно я прессую человека и он сильно сбавляет, значит что-то в этом человеке не так, значит он не уверен в себе и в своем продукте. То есть, ну вот представьте себе, вы пришли на золотой базар в Турцию и стоит украшение там 5 тысяч долларов, к примеру, и вдруг вы его меряете, меряете и вам говорят, за 4 отдам. Вы так напрягаетесь, думаете, вы думаете, ладно, вы пытаетесь выйти, а вам говорят, за две с половиной возьмешь. Вот понимаете ваше чувство в этот момент, вы думаете, блять, лоховство какое-то, только что было 5, а может отдадут за тысячу, а если отдадут за тысячу, то я вообще что покупаю, вот я в эти моменты всегда ухожу и предпочитаю идти в бутик, где нет скидок, пусть там будет дороже, пусть это будет Тиффани, Шмифани, ну в Кортье я еще не покупала себе украшений, но мне стрёмно, бляха, муха, что такие скидки дают, я понимаю, что мне скорее всего продают какую-то бурду. И клиент всегда чувствует, вы начинаете торговаться, потому что вам с одной стороны страшно потерять клиента, с другой стороны вы подсознательно боитесь денег, вы даже уменьшаете себе приход этих денег и вы начинаете вот как-то ерзаться, вот что-то с этими деньгами не то, в результате смета у вас срублена, клиент еще может у вас убрать часть каких-то позиций, которые бы он хотел заказать, потому что он уже вам не доверяет, он внутренне думает, блин, если так сильно торгуется, значит точно где-то будет какая-то лажа, на чем-то она мне сильно сэкономит, или он новичок, или он, вот это или он. И по факту получается то, что получается, вы не очень много заработали, с вас стянули 10 шкур, и вам неудобно, а все из-за того, что у вас существует внутреннее убеждение того, что деньги это не про вас. Я, например, никогда не торговалась со своими клиентами, никогда. То есть я всегда, когда мне говорили, Ольга, можно скидку? Я говорила, вы сейчас шутите, или вы о чем говорите? Скидка на что? Скидка на меня? Сори, у меня нету скидок, я слишком бесценна, вы можете заплатить мне больше, я приму с удовольствием и с благодарностью. Но скидка, я вас умоляю, вы пришли к лучшему организатору, какая скидка? Я хочу сделать вам такую свадьбу, чтобы вы потом не никогда не вспоминали, это как какой-то кошмар. А вы сейчас мне предлагаете сделать халтурку, чтобы мое отношение к вам было хуже. Я себе такого не позволю просто. Поэтому, если вам нужно дешевле, то вам нужно пойти к более слабому организатору. Это не я. Вот это ваше внутреннее всегда побеждает, но это ваше убеждение и понимание, кто вы есть. И поэтому, если вы прогибаетесь все время по деньгам, к примеру, то у вас эти штуки существуют. И их нужно находить. На самом-то деле, это же касается не только денег, мы сегодня говорим об убеждениях не только по деньгам, мы говорим по всему. Почему не строятся отношения? Часто женщина не может поверить в то, что этот мужчина на самом деле обратил на нее внимание. Часто женщина цепляет ярлык на мужчину, например, если он с деньгами, значит он думает, что он меня может купить. И из-за этого не может построить нормальные отношения с мужчиной. Ну то есть мы настолько большие фантазеры и фокусники, но почему-то в негативной стороне по отношению к себе. То есть нам гораздо больше нравится делать что-то негативное по отношению к себе, думать плохо, приуменьшать, нежели наоборот. И заметьте, очень многих людей раздражают. Они называют выскочками тех, кто заявляет о том, что они классные. Они бесят всегда. В смысле ты классная? Ты что вообще себе возомнила? Ты говнюха! Всегда стараются таких людей забивать зачем-то. То есть людей бесят какие-то люди с другой немножечко энергетикой. Значит, у нас эти негативные убеждения и установки, они всплывают на самом-то деле постоянно. Это не история про то, что у вас один раз оно всплыло. То есть если у вас сегодня нет денег, то у вас есть очень четкие убеждения и очень четкие истории, которые сегодня здесь присутствуют. То есть это могут быть убеждения очень понятные. Например, вы сегодня убеждены, что такая ситуация в стране, коронавирус, сократили, уволили, у людей сегодня меньше денег. Вы в это очень активно верите, вы находите этому подтверждение. Ваша ретикулярно активирующая система в голове, если помните такое видео, она все время находит подтверждение тому, что да, действительно все плохо. Вы начинаете в это верить, у вас становится еще меньше денег и в общем-то вы в этом процветаете. Если вы об этом еще разговариваете с другими, у нас есть такой закон мышления, что намагниченная мысль, когда мысль приобретает некую такую энергетическую подтекст, когда вот вы думаете о чем-то и прям так вот нету денег, вот плохая страна, мы этого еще больше притягиваем, подтверждение этих мыслей. И в результате вы сидите такой без денег, ну довольный, потому что вы объяснили себе, что происходит. То есть, ну очень клевенько, все объяснили, все замечательно, денег нету, все хорошо. И эти убеждения, они как бы дают вам возможность лучше дышать, но они не дают вам возможность увеличиваться в деньгах. Я, знаете, когда у меня были такие периоды, я шла в рестораны, дорогие, ехала в автосалоны. И когда я видела, как при мне заказывают дорогие машины, а у меня я живу на Печерских Липках, в одном из самых элитных районов, и мне даже ездить далеко не надо, мне можно выходить периодически на парковку и просто смотреть, вот уже новые паршаки у меня тут стоят, новые модели, короче, все появляются. Я сразу понимаю, что точно есть люди, у которых есть деньги. Вот сто процентов они есть. Благо у меня еще есть знакомые, друзья, которыми я могу пообщаться, узнать, как у вас дела, там, траля-ля, и тоже знаю, что все прекрасно происходит. То есть я нахожу подтверждение тому, что, в принципе, у всех-то людей, там, моего, условно говоря, круга, все окей. Соответственно, плохо только у меня. А значит, я могу сделать, чтобы у меня было хорошо. Помните, мы выбираем оценку, вчерашний эфир обязательно посмотрите. Мы выбираем оценку, я могу сказать, значит, я неудачница среди своих друзей, значит, я лох. Либо я говорю, не, бля, значит, можно. А, оказывается, можно. Оказывается, не все так плохо, как мне сказала бабушка. Нет, все, я выбираю позицию. Так, а можно, а как? А что я тогда могу сделать? Окей, что я буду пробовать? Куда я буду идти? Что мне нужно делать? И так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, нам важно понять, в чем, что сегодня, что сегодня с нами происходит. Есть несколько техник по работе с негативом, я снимала об этом видео, мы сегодня сделаем небольшое повторение. Потому что эти техники работают как в контексте того, что вы только что обнаружили за собой негативную мысль, так и в контексте того, что вы поняли, что у вас есть конкретное негативное убеждение, что вы чего-то боитесь. Или, ну вот, глобальное убеждение, нормальных мужиков нет. Нет. Дебилы. Все. Абсолютно. Вот все. Вот у всех моих подружек дебилы, вот вокруг все дебилы, и этот дебил. Все. Нет. Лучше я буду одна. Это же не я придумала, да? Мы же это видим повсюду. Далеко ходить не надо, ленту откройте, наверняка у вас кто-нибудь такой в друзьях найдется. Особенно не в селебрите, а вот в вашем близком окружении обязательно будут люди, у которых будут убеждения ваши. Вообще, смотрите, опасность ситуации, господи, мне надо 300 тысяч эфиров проводить, чтобы все это рассказать. Значит, опасность ситуации заключается в чем? Вы что-то там себе думаете, придумываете, слушаете меня и думаете, попробую-ка я подумать, как Ермилова. Но у нас есть такая интересная штука, что мы с вами, как ни крути, как бы забираем мысли, мы обмениваемся мыслями, скорее так, с нашим близким окружением. И когда вы разговариваете со своим окружением, ваше окружение транслирует какие-то мысли. И очень часто оно транслирует те же мысли, которые есть у вас, но не те, которые есть у вас после того, как вы посмотрели мой эфир, а те, которые у вас были до. И вот вы приходите с новой мыслью. Это знаете, как вот, например, в саду растут розы, а вы решили стать гвоздикой, пионом, вы решили стать пионом. Вы пришли ко мне на эфир, я вам такое зернышко дала, и вы такие, я пион. Но вы приходите в сад гвоздиком, и вы пион. Есть два варианта. Первое, гвоздики говорят, ты вообще стрёмная, ну это гоня ваш, что ты пион, ты никакой не пион, ты должна стать гвоздикой. Ну, и вы этой гвоздикой очень быстро становитесь. Либо второе, вы приходите в этот сад, будучи пионом, и вам некомфортно там быть пионом. Вы думаете, нет, хер с ним, я лучше сама стану этой гвоздикой, вообще никакой я не пион, это Оля чего-то нагнала. То есть мы очень сильно зависимы от тех мыслей, которые находятся вокруг нас. Люди их транслируют, это правда, это очень сильно влияет на нас. И, конечно же, изменения в среде, ну пробовать становиться одному пионом, тогда, когда все вокруг гвоздикой, очень сложно. Это именно та причина, почему нам всегда нужно искать сообщество и почему в принципе марафон, в частности, мой классно работает, потому что там все пионы. То есть очень легко убежать к пионам. Все бегут к пионам. Вот они вживую общаются, в чатах общаются, везде, потому что они пионы, им проще стать пионами и продержаться вот этот период времени. Итак, давайте вернемся к работе с негативными убеждениями. То есть когда мы с вами выявляем какое-то убеждение, которое у нас существует, опять-таки это может быть момент, когда вы идете и вдруг говорите там, да нет, я не могу себе этого позволить. Потом вы себе задаете вопрос, а почему я не могу себе этого позволить. Ваша голова, я не знаю, всем слышно тихо, вроде бы я ничего не меняла. Ваша голова сбивает меня комментарии. О чем я говорила, уже непонятно. Про вашу голову, про негативные убеждения. Начнем сначала. Итак, у вас есть какое-то негативное убеждение. То есть вы идете, да, и думаете там, я не могу себе этого позволить. И вы вроде бы понимаете, что, блин, моя же мысль это сила. И значит, если я сейчас сказал, что я не могу себе этого позволить, соответственно, сейчас притянутся все ситуации, обстоятельства, которые подтвердят, что я не могу себе этого позволить. Что нужно сделать в этот момент? То есть первое, вы помните всегда, что ваша мысль это реально действующая сила. То есть то, что я только что подумал, это сейчас может материализоваться. И оно уже материализовалось как вариант. То есть когда вы говорите, даже вот физически попробуйте такое. Вот вы делаете упражнение, вы говорите себе, все, я уже не могу. Попробуйте себе сказать, еще разочек, я могу, давай. И вы увидите, что вы сильно больше сможете. Так вот, вы себя отловили на том, что вы сказали, что это не про вас, не для вас, вы не можете себе это позволить. Вы такие, опа. Вы как, знаете, как этого тараканчика, так пиу, накрыли баночкой, вы так, а ну-ка иди сюда. И вот теперь ваша задача, когда вы отловили эту мыслишку, с ней поработать. Вот вы должны понимать, что нам нужно не просто отлавливать, а нам нужно что-то с этим делать. Что мы можем с этим делать? Самая простая техника, которая есть, это замена этого убеждения, когда вы говорите, нет, я могу себе это позволить, это создано специально для меня. То есть очень-очень-очень-очень такой важный фактор, когда я тебя только узнала, привет. Это очень-очень важный фактор, когда вы отлавливаете вот эту мысль. Надо понимать, чем вы будете работать. Вы ее отловили и вы ее заменяете на противоположную. Если вы только что сказали, я дурочка, вы думаете, бля, а что я сказала? И вы говорите, я очень умная. Если вы говорите, у меня не получается, вы выдыхаете и говорите, у меня прекрасно получается, у меня все прекрасно получается. И ваша задача над этим задуматься. Удивительным моментом является то, что когда вы начнете это делать, то вам это будет становиться с каждым разом все проще и проще. То есть ваша ловушка станет активной. Вы начнете, вот вы поймете, что раньше я этого не замечал, а сейчас я это замечаю. И вы начнете это замечать не только в себе, но и в других. Вот это, ребятки, самая прикольная история. И она стремная. Почему? Потому что мы очень сильно любим делать другим замечания. И помните, мы всегда замечаем за другими то, что не замечаем за собой. И мы очень сильно любим умничать. И нам сразу же захочется менять других, не себя. И мы начнем говорить. Мама, что ты говоришь? Так нельзя говорить. Папа, что ты говоришь? Милый, что ты говоришь? Подружки, вас начнут все эти люди бесить. Как в какой-то момент, помните, когда мужчина в фильме начал слышать женские голоса, женские мысли, о чем я уже не помню, как эти все фильмы называются. Он начал слышать женские мысли. Вот это начинается приблизительно так. Вы начинаете вдруг видеть. То есть вам мир, вот ваша рас, ваша ретикулярно активирующая система начинает настраиваться на это. Вы слышите, как люди говорят, ничего себе. Как кто-то говорит, боже, как все сложно в этой жизни. Как кто-то говорит откуда-то, ой, опять у меня зарплату там. Вы проходите мимо, какая-то тетя там у вас моет парадная и она по телефону, да будь, блядь, это проклята связь бесплатная, каждая поломойка вот это вот рассказывает что-то, как тяжело, как он ее убил. Она его, она, и вы думаете, господи, я сошел с ума. Иногда просыпается агрессия в этот момент, потому что мир-то несовершенный, а вы-то совершенный. Вы же теперь совершенный человек, вы же просветленный, вы же теперь вот вообще, вот сразу вы себе по башке бумс и корону свою сбиваете. Сбивайте свою корону и понимайте, что вы такой же, как они, точно такой же. И то, что вы начали сегодня что-то понимать, вот есть такая штука, как рациональное наше мышление. То есть мы такие начинаем говорить, нет, я же понимаю, я знаю, вот такое наше рациональное знание. Вы должны понимать, что наше рациональное знание вообще ничего не стоит и не представляет. И каждый раз, когда вы говорите о том, что ну я это знаю, я это читал, я это видел, это вообще полная фигня. Вы ничем лучше не стали. То, что вы прочитали, послушали что-то, вы ничем лучше не стали. Мы становимся с вами лучше только, когда мы начинаем менять. Меняться самостоятельно, когда мы начинаем внедрять. И убирайте подальше в этот момент все свои советы, все свое, вот это королевское величество, что я теперь тут очень умный и просветленный. Нет, вы встали на путь осознанности, вы об этом услышали, люди еще не услышали, вы услышали, но вы еще ничего не сделали. Знаете почему? Потому что когда вы начинаете делать, у вас уходит агрессия по отношению к другим людям, вы учитесь их принимать такими, как они есть. Вот я за последнее время очень четко разделила отношения, вот раньше было как? Например, я общаюсь с человеком, а он на что-то на меня обиделся. Я начинаю думать, на что же он обиделся, как ему показаться хорошим человеком, а знаете, я хочу ему показаться еще лучшим человеком, а он нет, он говорит, нет, я не буду с тобой. И я начинаю этим жить, это переживать и все. А потом я подумала, ну вот почему так это происходит, зачем? Я начинаю страдать тем, что он себе что-то придумал, то есть по сути он создал какую-то проблему, в которую он меня вживил. И мне сейчас очень нравится эта фраза, вы ее сейчас обязательно запомните, ну вы ее запомните, потому что вы ее знаете. И она очень о многом говорит, помните, когда в детстве мы играем там с ребенком, с подружкой, да, и мы говорим, там человек говорит, а я с тобой не дружу больше. А ты ему говоришь, а я с тобой дружу. Вот запомните это, вот он может с вами не дружить, но это не значит, что вы должны по отношению к этому человеку также испытывать негатив, потому что если вы испытываете негатив, то вы будете притягивать к себе еще больше этого негатива. Умейте это отпускать. У меня, например, сейчас есть такая неприятная ситуация с одной из мам на гимнастике у меня, то случился конфликт у меня с ее ребенком взрослым. И мама, ну как бы, отреагировала на это. И это уже не первый мой конфликт с ней. И я поняла, что в некоторой степени этот человек, он ищет какие-то ситуации неосознанно для того, чтобы обижаться. И вот она, например, со мной не здоровается, а я с ней здороваюсь, потому что она на меня обижается, а я на нее нет. Я приняла для себя такое решение, что я на нее не обижаюсь, я с обидой этой не живу. Есть очень классная притча, я не знаю, слышали вы ее или нет, про двух монахов. Два монаха, которые шли по берегу какой-то реки, и навстречу шла женщина и говорит монахам, перенесите меня, пожалуйста. Это были какие-то там монахи, которые давали обет не прикасаться к женщине. И старший монах взял женщину и перенес ее на другой берег. И вернулся, и они пошли с монахом дальше. Они идут четыре часа и останавливаются, а младший монах говорит, послушайте, я никак не могу понять, нам же нельзя прикасаться к женщинам, зачем вы ее взяли и перенесли. А он говорит ему, ты знаешь, я перенес ее четыре часа назад, а ты продолжаешь нести ее до сих пор. То есть наше неумение отпускать какие-то ситуации, какие-то обиды, какие-то проблемы превращают нас в людей, которые несут эту тяжелую ношу, которые это все время крутят в своей голове. И любая наша обида, любая наша подобная реакция, она нас же и съедает. Вот что нужно понимать. Почему это нужно отпускать? Потому что это прежде всего ест вас. Человек, который на меня обижается, не здоровается со мной, считает меня виноватой, он эту ношу несет. Я ее уже давно отпустила, а он ее несет. И он каждый раз, видя меня, об этом помнит, и он испытывает это чувство, и это чувство притягивает к нему еще дальше какие-то чувства. Вот в чем наша опасность, понимаете? Вот, собственно, что происходит. Поэтому запомните, ты со мной не дружишь, а я с тобой дружу. Прорабатывайте эту ситуацию, проговаривайте ее для себя, когда что-то возникает, решайте для себя там, все, я простил, я отпустил, или я вычеркнул этого человека из жизни. Но если вы с ним соприкасаетесь, просто в голове миритесь с ним, поговорите с ним, вы не можете с ним поговорить в жизни, вот я уже даже не хочу говорить об этом в жизни, но я делаю медитацию, я разговариваю с этим человеком, я ему объясняю свою позицию, и все, и дальше я это отпускаю, и я это не несу, потому что я знаю, что кажется, что в моей жизни это никак не отразится, но это отражается, потому что все наши болезни, все наши какие-то негативные ситуации, они же не берутся из ниоткуда, они вылазят от нас самих, из нашей головы, из наших всех вот этих вот мыслей, которые у нас крутятся. Вот, поэтому нужно с собой работать над этим. Следующий момент, то есть давайте к негативу вернемся, то есть наша задача в любом случае всегда разрулить ситуацию в своей голове, заменив это на какое-то такое позитивное убеждение, боже, сколько комментариев у меня лезут со всех сторон, на какое-то позитивное убеждение и в этом закрепиться. И я даже сегодня, наверное, сейчас подумала, я не буду вам давать больше каких-то техник, потому что по сути это самое ключевое. Ну и есть еще вот такая очень вторая штука, легко простить там, где ты сам виноват, да на самом деле нет, легко простить вообще все. Ну вы должны понимать, во-первых, что виноваты всегда несколько человек, ну оба, в любом случае. Ответственность, конечно, нужно брать на себя, ну за такие вещи, но в любом случае конфликт всегда решается между двумя людьми, когда встревает там третий человек, четвертый, мама, бабушка. Вот, например, у меня приходит Алиса и говорит, мама, эти мальчики не дают нам там прыгать, пойди их выгони. Я ей говорю, Ев, ты что сейчас шутишь? Я пойду к этим мальчикам разбираться, если они тебя тронут. Но сейчас, когда тебе надо поделить с ними территорию, пойди, пожалуйста, найди подходящие слова для того, чтобы это сделать, потому что это твоя как бы жизнь, да, это твои вещи. И если, например, у нее происходит с кем-то конфликт, я изначально выясняю, я не занимаю просто молча ее сторону. Не потому что я ее не буду поддерживать, а потому что я и должна, как мама взрослая, потом объяснить, из-за чего этот конфликт произошел. Сказать ей, ты знаешь, да, наверное, она не права была, но этот конфликт произошел, потому что ты сделала вот так, и это было не очень хорошо, точнее, это было плохо. Поэтому ты должна понимать, за что, за что это произошло. И как мама вы должны объяснять своему ребенку происходящее, а не просто вешать клише. Плохо, хорошо. Вот потом так ребенок и живет. Я не могу вам сейчас сказать про полную подставу, понятия не имею, какая у вас там подстава и как это все прощать. Моя задача, чтобы вы сами научились это делать. Вы все взрослые люди, у вас у всех есть мозг. И если вы на каждое решение бежите, чтобы кто-то дал вам решение того, как вот в данной ситуации себя повести, то это трабл. Ваша задача заниматься своим собственным саморазвитием, для того, чтобы вы могли себя раскладывать и понимать. Для этого не нужен никакой психолог, никакой взрослый наставник и человек. Ваша задача научиться это делать. Это самое элементарное, что вы можете делать. Вот и все. И в этой полной подставе наверняка вы что-то там натворили сами. Найдите, где была ваша ответственность. Вот ваша ответственность. Потому что в любой подставе где-то была ваша дурость. Однозначно. Понимаете? Когда вам звонят и говорят вам, принеси мне деньги, потому что твой ребенок сидит в тюрьме, и мать бежит и отдает все деньги, оказывается, что ребенок лежит дома, это не подстава, это ты дура. Это ты дура. Эмоциональная дура, которая не соображает, где она живет, что происходит сейчас вокруг, и почему бы просто не набрать ребенка. Понимаете? Вот надо называть вещи своими именами. Вот и все. Поэтому учимся это делать. Так, я что-то собиралась вам еще рассказать, но почему-то все время, почему-то я сегодня забываю. Так, я должна все вспоминать. Вспоминаю, Рулечка, что-то хотела еще умненького такого рассказать по поводу... А, вторую. Я вам еще хотела дать одну такую технику. Вообще, вы должны запомнить такую штуку, что любые негативные мысли не имеют вообще никакого на вас влияния до тех пор, пока вы не включаетесь в них эмоционально. То есть, если что-то происходит... Вот помните, как бывает иногда такая ситуация, вы говорите, я не понял даже, что произошло. То есть, кто-то что-то пытался, например, с вами сделать, а вы даже не поняли, не заметили. Вот вы это переживаете как странно. Вам говорят, ты что, не видел? Ну, ты говоришь, да нет, я не видел. Вот до тех пор, пока какая-то, когда ситуация какая-то происходит, очень важно на нее смотреть максимально, не включаясь эмоционально. Но если это произошло, то есть, мы ее заглотили, эту наживку, да, что-то произошло, и мы отреагировали. Мы сразу там, а-а-а, эмоция включилась. И мы, например, включились настолько, да, вот когда нас начинают уже подтрясывать от этих эмоций, мы уже понимаем, что мы завелись, нас уже начинают колбасить от этого. И мы не можем с собой совладать, мы не можем с собой совладать, мы не можем заменить это на позитивное убеждение, потому что нам хочется кого-то убить, нам сейчас не до позитивных убеждений, мы до этого были очень позитивны, а сейчас нас колбасит. Проживите это. Ну, то есть скажите себе осознанно, осознайте, скажите себе, я попала в яму эмоциональную, мне нужно это прожить. Вот проживите это, вот прям так по полной наблюдая, проживите это. Дайте себе какое-то время, скажите себе, там, например, что мне нужно на этот час, я буду час об этом думать, страдать, включаться. Но проживите это по полной, прям вот со всеми эмоциями. Вот знаете, есть такое понятие, как эмоциональное истощение. Вот истощитесь от этого. То есть прям прострадайте конкретно. Не растягивайте это, а установите себе таймер, прям можете включить таймер, скажите, у меня есть этот час. Для того, чтобы я это прострадал. Вот всё, я всё продумал, всё. Потом таймер пропикал, вы говорите себе, всё, выключили. И дальше у меня есть такая техника личная утилизация. Когда я беру вот эти все эмоции, я понимаю, что это что, что такое вот эти все эмоции и все эти негативные штуки, которые только что были. Это еда для моего мозга. То есть это приблизительно я взяла помои, собрала по мусоркам элитных липок, и сейчас буду это жрать. Потому что завтра, почему жрать? Потому что сейчас я это проглочу, и на завтра у меня будут какие-то реакции. Не знаю, там, понос у меня будет, прыщи будут ещё, у меня будут какие-то реакции. И я смотрю на эту помойку, я это, конечно, собрала, я прострадала и собрала помои, но я их есть не буду. Я их иду, выбрасываю в мусорник. То же самое вы должны сделать эмоционально. Когда вы понимаете, что вы прострадали, вам нужно это утилизировать, обязательно сделать это мысленно. У меня для этого есть разные варианты. Есть, например, уничтожалка в голове, когда я закрываю глаза и представляю, как я вот эту всю кучу собираю, прям так со шкрябок лопатой со своей головы, и там знаете, везу её в какой-то контейнер, он там такой, знаете, большой с такими ртом, он её жрёт, это всё там бло-бло-бло, и потом мы это всё выливаем. То есть я прямо чувствую физически, как я это выливаю. Всё это мне больше не принадлежит. Очень важно это не употребить, не употребить вовнутрь себя, не сделать это своей пищей. Почему? Если вы это оставите в своей голове, то наутро вы проснётесь, и у вас будет раздражённость. Вы будете опять об этом думать. А что будет, если вы будете постоянно думать об этом негативе? Естественно, вы будете намагниченно притягивать ещё больше. Вы будете продолжать свою чёрную полосу неудач. Так вы это говорите. Пришла беда, открывая ворота, говорят люди. Потому что дураки. Точно такие же были необразованные люди. Не потому что плохие, просто дураки. Дурак же это не плохое слово, это просто необразованность. Не знали, что можно по-другому. Не было этих знаний. А сейчас они у вас есть. А сейчас они у вас есть. И очень-очень-очень важно нам с этим работать. Поэтому вы можете придумывать свои техники. Вы можете делать всё, что угодно. Ваш мозг, ваш внутренний мир даёт вам возможность фантазировать, как вы хотите. Вы можете сесть в волшебный корабль, сокрыв глаза, и представить, как вы полетели на Луну. Как вы всё это там оставили. Как вы оставили все свои проблемы. Как вы там оставили, не знаю, свой больной орган. Что-то, что вас беспокоит. Зубную боль. И всё. И вы прилетели обратно. Ваше подсознание, ваше вот это вот состояние медитативное даёт нам возможность фантазии. То есть правое полушарие даёт нам возможность творить всё, что мы хотим. Используйте это. Не называйте это глупостью. Мы по-прежнему продолжаем называть нормальным то, что мы видим. А если мы это не видим, это ненормально. Но для нашего сознания вообще пофиг, видим мы это или нет. Понимаете? Это для нашего физического тела имеет значение, что мы видим или не видим. Для нашего сознания всё равно. Оно как бы притягивает к нам то, о чём мы способны подумать. И это неважно, увидим мы это здесь или мы увидим это в своей голове. Мысль, она вот, это наш внутренний мир, это не наш внешний мир. Поэтому работайте и не питайте, не напитывайте свой мозг всякими какашками. Соответственно, этот негатив нужно растворять. Вообще, чем больше вы будете включаться в сознательное такое, в осознанное мышление, то есть соображать, не хочу об этом думать, зачем я об этом думаю, это мне что-то не то даст, тем меньше вы будете к себе этого допускать. Это как история про то, когда вы начинаете разбираться с едой. Вы думаете, так, это углевод, я не хочу есть вечером мороженое. Или там я лучше вместо булки съем огурец. Или я там лучше вместо этого съем омлет. То есть, когда вы начинаете разбираться. Никто не говорит, что вы становитесь там идеальным и теперь знает, что мороженое вредное, вы его не будете есть, будете. Но вы уже понимаете, вы уже понимаете последствия, вы уже можете это дозировать. И вы уже понимаете, например, что если вы набрали вес, как вам быстро похудеть, вы знаете. Вы знаете, что вам надо перестать есть. То же самое, если в вашей жизни пошло куча проблем всяких, вы уже догадываетесь и знаете, что этому причиной вы. Ваши мысли, какую еду вы своему мозгу предоставили. Так, что по страху денег? Интересная тема. Как, например, х10 по доходу. Но это будет единственное, что только для рерайтовцев. Я планирую целый марафон. Сейчас эту тему отдельно изучаю по денежному мышлению. Именно по денежному мышлению. И готовлю медитации. Готовлю целый марафон на эту тематику. Потому что я всегда учила. У меня были классные денежные марафоны именно по бизнесу. А сейчас, когда я работаю всё-таки через мозг и поняла, что можно очень много работать над бизнесом, но когда в твоей башке стопоры, ты ничего не можешь с этим поделать. Поэтому это будет отдельная совершенно история. Не могу сейчас её прямо тут рассказать. Это тоже системная работа, которую надо прорабатывать. Опять-таки, уборка, исключение всех этих убеждений, негативных, однозначно нужно убирать. Потому что я понимаю, что именно люди в большинстве своём не прыгают, потому что убеждений и затворок настолько много финансовых, что просто можно, ну, я не знаю, прям не то, что нам позавидовать, а просто капец, лучше бы у нас было столько крутых убеждений. Я вам скажу сама, вот я по себе, сколько я тоже с собой работаю, казалось бы, но тоже постоянно работаю, работаю, работаю над этим, отслеживаю. Всё время что-нибудь новенькое это присматриваю. Вот, поэтому так. Итак, значит, у нас с вами подходит к завершению наш эфир. Я, конечно же, объясняю, мне часто после эфира люди пишут, очень классно всё рассказываете, но как начать нам это делать? Как нам начать это всё практиковать? Что? Я не понимаю, неужели люди не понимают, как начать это делать? У меня есть марафон «Рерайтер жизни». И всё, что я рассказываю, это, собственно, про то, о том, чем мы занимаемся на «Рерайтере жизни», о том, что это такое, о том, что этот марафон как раз и даёт вам возможность поработать с самим собой, со своей головой, со своим мышлением, понять себя, понять устройство себя, понять взаимосвязь, каким образом мой мозг связан с той реальностью, которую я получаю. Понять это не из контекста, я это слышала, читала, мне об этом говорили, а понять это изнутри, то есть начать с этим работать. В этом и уникальность моего марафона в том, что мы это изучаем не теоретически, это не история про теорию, это история про конкретную практику. Мы делаем постоянные ментальные практики. Я мариную по полной программе своих участников для того, чтобы это стало их частью не в теории, а в практике. Мы в том-то и дело, наша проблема, что у нас сегодня так много книг, так много всего, и человек какое-то время назад был очень модно, я прочитал 50 книг, а я прочитал 40 книг, скорочтение. Кому к чёртовой матери нужно это скорочтение, если мы ни хрена не запоминаем, если мы ничего не можем изменить в своей жизни? Вы можете прочитать всё в мире, но если ваша жизнь никак не меняется, я уже говорила о том, что я сейчас читаю очень медленно. У нас, например, в клубе ребята работают по литературе, которые я даю, они читают одну главу в неделю. У них есть, каждую неделю они делают общее в зуме, поскольку все со всего мира ребята делают их группа, все поделены на группы между собой, они делают рокировочку, они созваниваются, один человек рассказывает главу, все остальные комментируют, обсуждают эту главу, то есть пережёвывают, пережёвывают этот материал, делятся своими инсайтами, потому что когда материал очень вкусный, очень классный, толку от того, что мы прочитали эти 100, 200, 300, 500 страниц, вообще никаких, никакого нет. Я сама, когда какую-то поглощаю новую информацию, я слушаю, читаю её, транскрибирую её и записываю, и потом размышляю на её тему, часто даю эфиры на какие-то такие темы, для того, чтобы это во мне проросло, для того, чтобы это осталось во мне, для того, чтобы это стало частью моей жизни, а не просто каким-то материалом, который я послушала, кинула головой и сказала «понятно». Я много лет так говорила, что мне понятно, мне казалось, что я очень осознанная, мне казалось, что я знаю всё про позитивное мышление, только недавно я поняла, что я реально знала только про позитивное мышление, которое ровным счётом никак не влияет на твою жизнь. Вообще, это как знание про зелёный светофор, типа «класс, можно ходить на зелёный свет, я молодец, я хожу на зелёный свет, это всё прекрасно и всё». И ничего больше в этом нет. Поэтому рерайтер жизни следующий стартует 1 октября, потом 1 ноября и потом 1 декабря. Он стартует каждый месяц 1 числа. Сейчас у нас идёт набор на Октябрьский поток, я, конечно же, вас приглашаю. Даже если вы никогда ничего не проходили, даже если вы ни во что подобное не верите, даже если вы считаете, что всё это фигня, придите и дайте себе возможность, дайте себе возможность поменяться, если у вас внутри что-то ёкает, если вы понимаете, что всё-таки вам не нравится эта жизнь, что что-то не то в ней происходит, что люди в ней какие-то не совсем вас устраивают. Вот если есть вот это чувство внутреннее, что я не на своём месте, дайте себе шанс и возможность. Не так дорого он стоит, он абсолютно всем доступен, но я знаю уже очень большое количество людей, на чьи жизни он повлиял кардинальным образом, и мне это мега нравится. Поэтому, конечно, я вас приглашаю и считаю, что на сегодняшний день это самое лучшее, что есть на нашем рынке по таким трансформационным марафонам. Моя задача вообще в СНГ стать number one в этом направлении, и мне очень приятно, что чем больше я этим занимаюсь, тем больше мне это нравится. Это очень хороший такой посыл, я думаю, что многие из вас занимались какими-то проектами и знают, что очень часто интерес угасает достаточно быстро. Мой только разгорается. Вот, впрочем, и всё. Ссылочка на марафон есть в шапке профиля, под видео будет, и если что, можно всегда мне написать в личичку. О, узнала про Ермилову два дня назад, но уже в деле. Вот я таких, как вы, вообще людей обожаю, такие, которые быстро принимают решения. Это прекрасно. Ага, тут у меня пиарщики, не пиарщики. Это хорошо. Да, это наша самая любимая тема, потому что часто бывает мне пишут люди, люди, Оля, у вас очень активные продажники. И мне очень приятно, что у меня нет ни одного продажника, и мои активные продажники – это наши участники. И я за это безгранично благодарна, обожаю каждого, потому что это очень приятно, когда люди это делают, ну, потому что им нравится. Это, как по мне, высший пилотаж. Всё, ребятушки, обожаю вас. Не забудьте, пожалуйста, сделать доброе дело, написать, оставить какой-то комментарий по поводу этого эфира, чтобы те люди, которые его не смотрели, посмотрели и подумали, блин, надо этот эфир смотреть или не надо, классный он или не классный. Я буду вам за это признательна. Всё, обнимаю, и надеюсь, что завтра у нас будет новенький.